Здравствуйте, друзья, подписчики и просто зрители канала StartAndroid. Мы продолжаем серию уроков по разработке и программированию приложений для системы Android. Урок 33. Хватит об Intent и Activity. Поговорим о хранении данных. В Android есть несколько способов хранения данных. Preferences. В качестве аналогии можно привести и не файлы Windows. SQLite. База данных, таблицы и обычные файлы, внутренние и внешние на SD-карте. Начнем с самого простого, Preferences. Значения сохраняются в виде пары, имя, значение, так же, как, например, Extraswintent. Разработаем приложение. В нем будет поле для ввода текста и две кнопки, Save и Load. По нажатию на Save мы будем сохранять значение из поля, по нажатию на Load загружать. Создадим проект. Откроем Main.xml и создадим такой экран. Поле ввода и две кнопки. Теперь пишем код в MainActivity.java. Определение элементов экрана, присвоение обработчиков и реализация onClick. Тут все понятно и как обычно. Нам интересны методы, которые мы вызываем в onClick. SaveText. Сохранение данных. Сначала с помощью метода GetPreferences получаем объект sPref класса SharedPreferences, который позволяет работать с данными, читать и писать. Константа ModPrivate используется для настройки доступа и означает, что после сохранения данные будут видны только этому приложению. Далее, чтобы редактировать данные, необходим объект Editor. Получаем его из sPref. В метод pathString указываем наименование переменной. Это константа SavedText. И значение. Содержимое поля AddText. Чтобы данные сохранились, необходимо выполнить commit. И для наглядности выводим сообщение, что данные сохранены. LoadText. Загрузка данных. Так же, как и в SaveText, с помощью метода GetPreferences получаем объект sPref класса SharedPreferences. ModPrivate снова указывается, хотя и используется только при записи данных. Здесь Editor мы не используем, так как нас интересует только чтение данных. Читаем с помощью метода GetString. В параметрах указываем константу, это имя и значение по умолчанию, пустая строка. Далее пишем значение в поле ввода AddText и выводим сообщение, что данные считаны. Все сохраняем, запускаем приложение. Для начала давайте убедимся, что сохранение в принципе нужно. Введите какой-нибудь текст в поле ввода и не нажимая кнопку Save, закройте приложение кнопкой назад. Теперь найдите приложение в общем списке приложений эмулятора и запустите снова. Поле ввода пустое. То, что мы вводили, пропало при закрытии программы. Нажатие на Load тоже ничего не даст, мы ничего не сохраняли. Давайте попробуем сохранить. Снова введите значение и нажмите Save. Значение сохранилось в системе. Теперь закроем приложение, снова откроем и нажмем Load. Значение считалось и отобразилось. Давайте сделаем так, чтобы сохранение и загрузка происходили автоматически при закрытии и открытии приложения и не надо было жать кнопки. Для этого метод LoadText будем вызывать в OnCreate. А метод SaveText в OnDescribe. Все сохраним и запустим. Теперь можно вводить данные, закрывать приложение, снова открывать и данные не потеряются. Кнопки Save и Load также работают. В какой момент сохранять данные в ваших приложениях решать только вам. По нажатию кнопки, при закрытии программы или еще по какому-либо событию. Главное, теперь вы это умеете. Еще немного слов по этой теме. Preferences данные сохраняются в файлах и вы можете просмотреть их. Для этого в Eclipse откройте меню Window в Show View Over и выберите Android File Explorer. Отобразилась файловая система эмулятора. Открываем Data, Data, Имя пакета, Shared Prefs и видим там файл MainActivity.xml. Если его выгрузить на комп и открыть, увидим следующее. Все верно! Имя SavedText и значения ABCD и FG. Обратите внимание, что в пути к файлу используется наш пэккедж. Теперь разберемся, откуда взялось наименование файла MainActivity.xml. Кроме метода GetPreferences, который мы использовали, есть метод GetSharedPreferences. Он выполняет абсолютно те же функции, но позволяет указывать имя файла для хранения данных. То есть, например, если бы мы в SavedText использовали для получения SharedPreferences такой код, то данные сохранились бы в файле MyPref.xml, а не в MainActivity.xml. Теперь если мы посмотрим исходники метода GetPreferences, то видим следующее. Используется метод GetSharedPreferences, а в качестве имени файла берется имя класса текущего Activity. Отсюда и появилось имя файла MainActivity.xml. В итоге, используйте GetPreferences, если работаете с данными для текущего Activity и не хотите выдумывать имя файла. Используйте GetSharedPreferences, если сохраняете, например, данные, общие для нескольких Activity, и сами выбираете имя файла для сохранения. Кстати, в FileExplorer вы можете видеть Unix права доступа к файлу. Попробуйте при сохранении данных использовать не ModPrivate, а ModWorldReadable или ModWorldWriteable. И посмотрите, как будут меняться права. На этом все. На следующем уроке изучим хранение данных с помощью SQLite. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok